Всем привет! В этом видео вы узнаете топ 10 самых подходящих отелей для отдыха в Шарм-эль-Шейхе зимой, то есть в период с декабря по март включительно. Хотя и в любое другое время года отдыхать в этих отелях тоже будет комфортно. Потому что если кто-то еще не знает, именно в этот период ветра, которые дуют в Египте, очень холодные. И если неправильно выбрать отель, то можно провести весь свой отдых на пляже, одетым в теплую одежду. В то время, когда другие туристы, которые прилетят вместе с вами на одном самолете, будут комфортно загорать на солнышке и возможно всего в 10 километрах от отеля, в котором будете находиться именно вы. И обкладывать матом турагентство, в котором вы забронировали тур в Египет. Ой, я замерз, как на морском дне. Сразу хочу обратить ваше внимание, что в Шарм-эль-Шейхе есть отели более высокого уровня, то есть качественнее, чем отели в этом топе. Но они как раз находятся именно в очень ветреном месте, в бухте Набк, в самой холодной части Шарм-эль-Шейха. Список этих отелей составлен на основе самой актуальной информации. Ссылки на обзоры этих отелей и ссылки на бронирование туров эти отели будут в описании к этому видео. Давайте начнем. На десятом месте данного топа находится отель Лида Шарм Хотел 4 звезды. Самый маленький, самый недорогой и самый нестандартный отель среди этого топа. Расположен в теплой бухте Нама Бэй на первой линии. Отель был открыт в 1999 году и последняя реновация проводилась в 2018 году. Обновлены номера в отеле. Здание напоминает комфортабельный корабль, на крыше которого находится бассейн. Большинство номеров отеля имеет превосходный вид на залив Нама Бэй. В пешей доступности кафе, кальянные, сувенирные магазины и ночные клубы. Удачное месторасположение, нормальные номера, собственный песчаный пляж, первая линия делают отель популярным среди взрослых туристов. Общая площадь территории отеля составляет 4000 квадратных метров. Бассейн всего один на крыше отеля с детской секцией. Есть подогрев в зимний период. Wi-Fi бесплатно, но есть лимит. Питание нормальное. Обычно всегда есть пара видов мяса и рыбы. В целом для эконом варианта даже хорошие, но без изысков. Алкоголь стандартный, как и во всех других отелях Египта. Из минусов нет красивого кораллового рифа. И это касается почти всей бухты Нама Бэй. Так что на это придется закрыть глаза. Девятое место. Отель Тропитель Нама Бэй 5 звезд. Хороший эконом вариант тоже в самой теплой бухте Нама Бэй. При этом в самой активной части этой бухте, то есть вся развлекательная инфраструктура находится сразу за порогом отеля. Отель открыт в 2002 году, постепенно проводится косметический ремонт. Состоит из основного пятиэтажного здания и зоны Resort Area, которая находится на возвышенности. Территория отеля средних размеров для этого курорта и составляет 75 тысяч метров квадратных. В отеле есть несколько бассейнов. В главном бассейне заявлен подогрев. Также в зоне Resort есть бассейн с тремя горками среднего размера, которые работают по графику. Питание есть в количестве достаточно, разнообразие так себе, но голодным туристы не будут. В общем стандартное питание для эконом пятерки. Номера есть нормальные, есть обновленные и есть старые номера, требующие ремонта. Но это есть абсолютно во всех отелях Египта в возрасте. Тут как повезет. Но естественно на месте деньги решают все. Wi-Fi в номере платно, но заявлен бесплатный в лобби отеля. Базовый доступ. В общем лучше купить местную симку для интернета и не париться. Пляж примерно в 200 метрах от отеля. Есть бар с бесплатными напитками, а также перекус. Положительные моменты пляжа в том, что тут тепло, безветренно, есть пологий песчаный заход. Но тем не менее местами могут быть камни. Рифа интересного нет, но на рыбок посмотреть можно. Самый большой недостаток этого пляжа размер. Он реально маленький и тесный. В целом по отелю всегда есть положительные и отрицательные отзывы, так как и на любой другой эконом вариант в Египте. И все это обусловлено ценой отдыха в этом отеле. 8 место. Отель Trapitel Waze 5 звезд. Самый новый, самый активный и самый молодежный отель в данном топе. Открыт отель в 2019 году и с 2020 года работает по нестандартной концепции Day and Night Connected, но с некоторыми особенностями в связи с COVID-19. Расположен в бухте Наамабей в пешей доступности от активной инфраструктуры. Территория небольшая, всего 25 тысяч метров квадратных, но даже на этой территории есть три бассейна. Основной бассейн с подогревом в зимнее время, бассейн с искусственной волной и бассейн с тремя горками. Номера естественно новые, просторные, обещают бесплатный Wi-Fi в номере и даже по всей территории отель. Питание вполне нормальное. Также есть два а-ля-карт ресторана. Один раз на выбор за время пребывания по предварительной резервации можно посетить бесплатно. Отель находится не на первой линии, но до пляжа можно дойти примерно за 12 минут. По расстоянию это примерно полкилометра. Также есть условно говоря бесплатный трансфер в виде паровозика, но все равно часть пути придется спускаться по ступенькам. В гости этого отеля пользуются пляжем Тропитель на Мобей 5 звезд. На пляже есть бесплатный бар и в обед есть перекусы. Пляж очень узкий и лежаков реально может не хватать на два отеля. Главные плюсы. Лобби-бар 24 часа в сутки, бесплатно, алкогольные и безалкогольные напитки по концепции отеля. Бесплатный вход в ночной клуб Little Buda с некоторыми бесплатными напитками. И главный минус. Попасть в этот отель можно только через туроператора Туи, который не очень лояльно относится к своим туристам. Особенно это было ярко выражено в самый пик карантина. 7 место. Отель на Вательм Пальм 5 звезд. Расположен в самом центре на Мобей на второй линии в шаговой доступности от многочисленных сувенирных лавок, магазинов, баров, ресторанов и кальянных. Отель открыт в 2008 году. Территория отеля средних размеров и составляет примерно 55 тысяч метров квадратных. Отель на Вательм Пальм 5 звезд находится сразу через дорогу от Новотеля Бич. Дорога до пляжа со второй линии займет всего примерно 5-7 минут. Пляж тот же, что и у отеля Новотеля Бич с хорошим песчаным заходом в море. Гости могут пользоваться общей территорией двух отелей, но ресторан у каждого свой. Детская инфраструктура, мини-клуб, две водные горки и детская площадка находятся в Новотель Пальм. А вечернее шоу и дневная анимация проводятся в Новотеле Бич. Среди всех бассейнов есть один бассейн для взрослых и один бассейн для детей с подогревом в зимний период. Немаловажной особенностью есть то, что на территории почти нет ступенек, в основном только пандусы. Номера скромные, просторные, есть номера нормальные и есть требующие ремонта. Питание нормальное, но есть и положительные отзывы и отрицательные, вызванные разнообразием блюд. В общем, типичная картинка для отеля среднего уровня. 6 место. Новотель Бич 5 звезд. Также расположен в самом центре бухты Наамабэй. В шаговой доступности от многочисленных сувенирных магазинов, баров, ресторанов, кальянных и тому подобное. И в отличии от предыдущего отеля находится на первой линии. Открыт в 1991 году, последняя реновация была в 2002 году. Отель средних размеров, и общая площадь составляет 38 тысяч метров квадратных. Но зато территория красивая и ухоженная. Хороший песчаный заход в море большой плюс для детей и туристов, которые не умеют плавать. Также есть неплохой коралловый риф для бухты Наамабэй. Можно сказать, даже отличный риф. Большое разнообразие рыб, безопасных и опасных. Есть живые и красивые кораллы. В общем, естественно, это не самый интересный домашний риф в Шарм-эль-Шейхе. Но что касается пляжа, то можно сказать, это лучший комбинированный пляж в Шарм-эль-Шейхе. У отеля ухоженная, компактная, зеленая территория, хорошее питание по системе шведский стол. Есть абсолютно все, что необходимо на отдыхе. Но разнообразие, естественно, отличается от отелей, которые выше уровнем и ценой. В отеле есть всего один открытый бассейн, в котором есть секция для детей. В зимний период имеется подогрев бассейна. Из минусов. Некоторые номера имеют вид на дорогу. Но чтобы не попасть в такие номера, нужно сразу бронировать номера с видом на бассейн или на море, которые, естественно, дороже от стандартов. 5 место. Альбатрос Акваблю Резорт 4 звезды. Один из самых популярных отелей в Шарм-эль-Шейхе. Находится в районе Хадаба на второй линии. Отель был открыт в 2007 году. Последняя реновация проводилась в 2019 году. Огроменная площадь территории размером 140 тысяч метров квадратных. Большую часть которой занимают аквапарк с горками. Гости пользуются пляжем отеля Beach Albatros Charm 4 звезды, который расположен в самой безветренной бухте Шарм-эль-Майя. До пляжа можно добраться на трансфере, который ходит в среднем каждые 30 минут, или пешком. Тогда дорога займет примерно 7-10 минут. Есть отличный пологий песчаный заход в море. Номера в отеле почти все обновлены, но есть и старые. Питание всегда на хорошем уровне, разнообразное, хотя и встречаются иногда отрицательные отзывы, как и во всех других отелях Египта. Естественно, самая главная особенность это один из самых лучших аквапарков в Шарм-эль-Шейхе. 17 горок для взрослых, 35 горок и 10 аттракционов для детей. Также в отеле есть несколько бассейнов с подогревом в зимний период. Самый большой недостаток отеля это старая инфраструктура на пляже. 4 место. Отель Альбатрос Аквапарк Шарм-эль-Шейх 5 звезд. Один из самых новых отелей Шарм-эль-Шейха. Также находится в районе Хадаба на второй линии. Отель был открыт в 2017 году, поэтому никаких ремонтов еще не было. Пляж тот же, что и у отеля Альбатрос Акваблю 4 звезды, расположен в самой безветренной бухте Шарм-эль-Майя. Информацию по пляжу вы уже получили в предыдущем отеле. Естественно, самой главной особенностью отеля является, несомненно, аквапарк. И хоть для взрослых в этом отеле есть всего 4 горки, эти горки являются самыми высокими и самыми интересными во всем Шарм-эль-Шейхе. А вот для детей есть аж 55 горок и 35 водных игр. В общем, естественно, дети, которые любят такие развлечения, будут просто в восторге. Из общего количества всех бассейнов в отеле заявлено 4 бассейна с подогревом в зимний период. Но чаще всего подогрев включают не во всех 4 бассейнах. Гости отеля могут пользоваться всей инфраструктурой отеля Альбатрос Акваблю Резорт 4 звезды без ограничений. То есть аквапарком, барами и ресторанами. Wi-Fi на всей территории отеля приемлемый. YouTube особо не посмотришь, но на мессенджеры, почты и нетяжелый веб вполне сойдет. Питание хорошее. Как правило, всегда есть курица, кебабы, телятина. Бывают и креветки с кальмарами, но не часто. Третье место. Пятизвездочный отель Мовен Пик Резорт Шарм-эль-Шей. Находится на краю бухты Наама Бэй, поэтому самая активная развлекательная инфраструктура находится недалеко от отеля. Отель открыт в 1998 году, последняя реновация была в 2008 году. Территория очень большая, 160 тысяч метров квадратных. Так что места хватает всем. Имеет на своей территории целых пять пляжей, но по факту работает только один пляж. Пляж песчаный с частичным пологим заходом в море для детей. А вот попасть к рифу можно по небольшому понтону, длина которого составляет примерно 30 метров. Кстати, для бухты Наама Бэй, это вполне хороший риф. Рыбок много. Естественно, как и везде, есть опасные и безопасные. Есть живые и красивые кораллы. Корпуса амфитеатром спускаются к берегу моря, что обеспечивает чудесный вид почти со всех номеров и хорошую защиту от холодного ветра зимой. Номера нормальные, чистые, хоть и немного устарели. Насчет питания есть спорные моменты. Половина отдыхающих едой довольна, а другая половина жалуется на очень скромный выбор, хоть еды и вполне хватает всем. В целом, такие отзывы по питанию есть абсолютно во всех отелях и не только Шарм-эль-Шейха. И все сводится только к нравам туристов. Второе место. Иберотель Пелос. Этот пятизвездочный отель находится в самой безветренной бухте Шарм-эль-Мая. На первой линии. При любой погоде и в любое время года тут не будет волн и сильного холодного ветра. Буквально в паре сотен метров от отеля находится торгово-променадная инфраструктура Old Market с самыми низкими ценами во всем Шарме. Открыт отель в 1996 году. Последняя реновация 2019 года. У отеля много отреновированных номеров и процесс обновления продолжается. Территория отеля небольшая, всего 30 тысяч метров квадратных. Но в этом есть и свои плюсы в том, что все рядом и не нужно ходить по полкилометра, например, к пляжу или к ресторану. Отличный песчаный заход в море большой плюс для тех, кто не умеет плавать и для отдыха с детками. Кроме того, у отеля есть дополнительный коралловый пляж, до которого несколько раз в день курсирует бесплатная лодка. Многие отдыхающие в данном отеле отмечают отличный сервис и достаточно разнообразное питание. Есть детское меню, территория чистая и ухоженная. Нарекания в основном есть на качество интернета, который заявлен бесплатно по территории отеля в базовом доступе. Но это решаемо с помощью мобильного интернета местной связи. Итак, настоящая жемчужина этого топа. Первое место. Отель Stella Di Mare Beach Hotel 5 звезд. Находится в бухте Наама Бэй. Отдыхающие хвалят красивую и ухоженную многоуровневую территорию. Приветливый персонал с хорошими манерами. А еще отличное расположение в бесветренной бухте пешей доступности от активной торгово-развлекательной инфраструктуры бухты Наама Бэй. Открыт в 2009 году и по мере необходимости осуществляется косметический ремонт. Размер отеля небольшой. Общая площадь территории всего примерно 42 тысячи квадратных метров. Но территория красивая, аккуратная, ухоженная, достаточно зеленая с хорошими локациями для ваших фото. Туристы могут пользоваться тренажерным залом, а вот спа-центр сейчас не работает. Номера время от времени обновляются и в целом выглядят достаточно свежо и оснащены всем необходимым, что нужно для комфортного отдыха. На территории есть несколько бассейнов. Два взрослых и один детский с подогревом в зимний период. Wi-Fi заявлен бесплатно на территории и в номерах. Работает нормально, а некоторые туристы отмечают, что даже тянул зум конференции. Гости довольны питанием, в основном ресторане. Блюда разнообразные, свежие. Бывают морепродукты в виде рыбы, креветок и кальмаров. Всегда хороший выбор фруктов и особенно многим нравятся десерты. Еда находится за стеклом. Столики расставлены друг от друга на нормальном расстоянии. Приборы упакованы. Еще есть 4 а-ля-карт ресторана, но работает сейчас только один коралороса. Пляж у отеля с приятным желтым песком, но попасть в море туристов получится только через понтон. Сам понтон небольшой и в море присутствует вполне насыщенный подводный мир. Да, это не самое интересное, что можно увидеть в Красном море в Шерм-эль-Шейке. Но есть живой коралловый риф и достаточно большое разнообразие морских обитателей. Учитывая особенность бухты Наама-бэй, это просто шикарный подводный мир. В общем, это самый лучший отель в данном топе по качеству и по комфорту для отдыха зимой в Шарме. Кстати, стоимость отдыха тут будет почти самая высокая среди всех отелей этого топа. И это вполне оправданно. Это были топ 10 самых подходящих и комфортных отелей для отдыха в зимний период, которые находятся в самых теплых местах в Шарм-эль-Шейхе. Да, есть еще хорошие отели в районе Шарцбэй, Рас Умельсид, но все-таки они не самые теплые места в Шарме. И я отобрал для вас эти отели в отдельный топ. Видео скоро появится на моем канале. На этом все. Если вы отдыхали в этих отелях, то поделитесь вашими отзывами в комментариях под этим видео, чтобы помочь будущим туристам определиться с выбором отеля. Либо пишите ваши вопросы также в комментариях под этим видео. Ну и благодарю за лайки, подписку, колокольчики и за то, что делитесь этим видео в ваших соцсетях, тем самым помогая многим туристам определиться с правильным выбором отеля. Желаю вам самых лучших и положительных впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.